МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компания Техглавстрой обратилась в антимонопольную службу. Причина – отказ в заключении контракта на строительство пермского зоопарка. Компания ЮВТ Аэро планирует запустить рейсы из Перми в европейскую часть России. Точные пункты назначения пока неизвестны. Пермский легкоатлет Максим Дылдин официально объявил о завершении карьеры. Поводом послужило решение спортивного суда. В эфире РБК Пермь. Главные новости. В студии Станислав Загайнов. Добрый вечер. Завтра ФАС России рассмотрит жалобу техглавстроя по поводу проведения торгов на строительство нового зоопарка в Перми. До этого времени размещение заказа может быть приостановлено. Говорите о заключении контракта со вторым участником аукциона РЖД-строй пока преждевременно, сообщил телеканалу источник знакомой ситуации. По его словам, в своем обращении победители аукциона питерская компания просит антимонопольное ведомство признать действия краевого управления капстроительства по уклонению от заключения с ним контракта незаконным и приостановить размещение заказа до рассмотрения ФАС жалобы по существу. В техглавстроя эту информацию комментировать отказались. Ранее стало известно, что конкурсная комиссия признала победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта из-за несоответствия банковской гарантии требованием аукционной документации. После этого заказчик торгов в краевой УКС принял решение заключить контракт со вторым участником конкурса компанией РЖД-строй. Сегодня внимание биржевых игроков будет направлено на данные Американского института нефти. Они смогут дать намеки на результаты еженедельного отчета от Минэнерго США. По мнению аналитиков, это может повлиять на ход биржевых торгов. Также сегодня давление на российскую валюту оказали рухнувшие накануне более чем на 3% нефтяные фьючерсы. Официальный курс доллара на завтра, 11 января, установленный Центробанком 59,95 евро 63,54. Татарская авиакомпания ЮВТАЭРа планирует запустить рейсы из Перми в европейскую часть России. В какие, руководство не уточнило. Кроме того, в планах возобновить субсидируемые направления в Краснодар и Новосибирск. Как уточнили телеканалы в ЮВТАЭРа, данные рейсы не отменяли. Субсидии из федерального и краевого бюджетов были утверждены лишь на 2016 год. На данный момент вопрос выделения средств в 2017 обсуждается совместно с Пермским аэропортом, Росавиацией и Краевым Минтрансом. Планируемое время возобновления этих направлений – весенний-летний период. Стоимость билетов останется прежней – чуть более 3000 рублей. Кроме того, с января этого года пермики и гости края получили возможность летать по пяти новым направлениям. В 2017 году в рамках распределения субсидируемых маршрутов Федеральным агентством воздушного транспорта был сделан упор на развитие аэропорта общения с северными труднодоступными городами. В связи с чем из аэропорта города Пермь мы начали полеты с 3 января в Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск. С 16 января начинаем полеты в Салихарт из Перми. 17 января в Нарьянмар. Летом ЮВТАР продолжит работать по черноморским маршрутам. Кроме того, компания после 8 июля планирует получить разрешение на международные перевозки. Будут ли выполняться полеты за рубеж из Перми, пока неизвестно. Пермский спринтер Максим Дылдин сообщил о завершении карьеры. Заявление прозвучало после объявленного решения спортивного суда о дисквалификации спортсмена. Он признан виновным в уклонении отказа или неявки на процедуру сдачи проб и дисквалифицирован на 4 года. Дисквалификация Максима Дылдина вступила в силу 6 января с момента вынесения решения спортивным судом. Об этом сообщает Всероссийская Федерация Легкоатлетики. Сам спортсмен в интервью РБК Пермь рассказал, что поводом для дисквалификации послужило событие полуторагодичной давности. На одной из улиц Адлера к нему подошла неизвестная девушка и предложила пройти допинг-контроль. Дылдин отказался. Впоследствии, по словам Легкоатлета, это и послужило основанием для его дисквалификации. Это такова информационная картина дня. Спасибо, что выбираете РБК и до встречи. РБК Пермь. Ракурс. Пермский фармкластер. Сегодня в 19.35. РБК Пермь. РБК Пермь. РБК Пермь. РБК Пермь. Продолжение следует... Продолжение следует...